Всем привет, меня зовут Ольга Ермилова, я эксперт по управлению реальностью и сегодня я хочу продолжить, ну можно сказать, что серию видео про деньги, про денежное мышление непосредственно и сегодня я хотела бы поднять такую тему взаимосвязи между деньгами и между отношениями потому что на самом-то деле тема очень плотно связана не только на физическом уровне, но и на ментальном почему вообще, что такое ментальный уровень, да, это уровень наших мыслей, вот что там у нас, какие наши мысли идут и не секрет будет, если я скажу, что большое количество людей строят свои отношения, живут вместе, находятся вместе на протяжении не одного года исключительно потому что они не понимают как им разойтись в реальном физическом мире потому что их связывает деньги, точнее их отсутствие, вот как интересно, связывает отсутствие денег либо у кого-то из партнеров, либо в целом они привыкли функционировать вместе, а как разделиться, ну никак не знаю и за счет этого люди находятся вместе, раздражают друг друга, очень часто причиняют друг другу постоянные какие-то, ну я надеюсь, не физическую боль да, а постоянно каким-то образом друг друга там доставая, оскорбляя, обижая, возможно мечтая или даже имея какую-то другую жизнь но при этом не могут разойтись, ну например, женщина говорит, ну я не могу от него уйти, потому что у нас общая жилплощадь потому что там у нас эту квартиру нельзя разменять, продать или как же так, я же делала в ней там ремонт, а сейчас мы будем ее продавать ну и в общем-то начинается вся вот эта вот нервотрепка, у многих начинается такое, знаете, оправдание сейчас мы наладим или я налажу какое-то финансовое положение, или я найду того, кто сможет меня обеспечить и вот тогда, и вот эта вот материальная, скажем так, составляющая является в результате тем, что человек проживает большое количество лет это очень часто и всю свою жизнь, ну несчастным, да, потому что энергия человека, который постоянно не удовлетворен тем, кто находится рядом который не чувствует себя счастливым, который постоянно страдает, но эта энергия постоянно страдается мы уже с вами выяснили, что деньги, они любят счастливых людей, они любят радостных людей, они любят людей, которые радуются, достигают то есть энергию победителя, деньги это, как знаете, самая меркантильная женщина, она хочет быть только с тем, кто вот суперкрутой, тот, кто супербогатый, вот и деньги, они идут тому, кто счастливый, потому что деньги хотят находиться у тех, кто счастлив, и счастлив не только на словах, да, там, ой, да я улыбаюсь, у меня всё позитивно и всё хорошо, а кто излучает эту энергию, понимаете, вот в мире есть самый важный момент, который мы не можем обмануть, мы можем рассказать другим людям всё, что угодно, но замеряются не наши разговоры, а та энергетическая частота, которую мы излучаем, то есть, понимаете, как бы это нельзя обмануть, вот в чём момент, мы притягиваем и имеем в своей реальности ровно то, что мы излучаем, вот в чём фишка, и говорить мы можем всё, что угодно, я тут вам могу сейчас сидеть, что-то рассказывать, но по факту всё происходит, всё даётся ровно то, что мы излучаем, и вот когда вы несчастны в этой личной жизни, у вас это очень плотно связано с деньгами, бывает, что человек, например, говорит, я там очень люблю какого-то человека, да, или я там хотела бы построить жизнь с этим человеком, но он бедный, он бедный, и я боюсь, например, уйти там, или родители мне, например, не позволяют, причём что у мужчины, что у женщины часто, да, говорят, не связывайся, должен быть равный брак, либо же бывает такое, что просто говорит, что как я, куда я уйду, он ничего не может для меня сделать. Тут опять-таки такая интересная тонкая материя, что когда человек не зарабатывает денег, это показатель того, что внутри у него есть явные проблемы, отклонения, он не амбициозен, он ничего не хочет, у него нет проявления вот этой вот огненной какой-то энергии, а такая энергия способна сделать другого человека счастливым. То есть смотрите, счастливым можно быть без всей этой энергии, но в этом случае это счастье между двумя, ну, скажем так, похожими людьми. Хотела сказать о мёбами, но не хочется кого-то обижать, да, то есть есть, например, люди, наверное, я не знаю, притворяются они, или может быть на самом деле, которым ничего особо не надо, и вот они друг друга находят, им вдвоём ничего особо не надо, им от этого вместе хорошо. Ну, хорошо, могу такое предположить. Но если один человек всё-таки амбициозен, амбициозен, а второй человек там, ну, например, изначально удобно пристраивается в отношения, да, там, ну, типа, там, ему нормально, там, его делают счастливым, и он чем-то делает счастливым. Но вы должны понимать, что если человек не зарабатывает деньги, это говорит о том, что у него слабая энергия, а слабая энергия, она не может сделать кого-то счастливым, потому что человек и несчастен, потому что у него внутри слабенький вот этот маячок. Это не только про деньги, это про то, что мне, ну, что такое деньги? Это результат вашего взаимодействия с миром, да, насколько вы этому миру полезны, насколько вы умеете делать что-то классно. И, соответственно, нет денег, я не умею ничего классно делать, у меня нет желания ничего классно делать, я не могу себя реализовать и пристроить. А теперь представьте себе рядом с собой такого партнёра, да, у меня нет желания, я не могу себя реализовать и пристроить, И вдруг он вас делает счастливым, да? Вдруг он вас делает счастливой. Но такого же не бывает? Нет. Человек, который сам несчастен, он не может сделать счастливым другого. А теперь смотрим следующее. Вы человек, девушка, например, которая зарабатывает деньги, хочет их зарабатывать, пытается их зарабатывать, мечтает о чём-то. И вы влюблены вот в такого мужчину, которому ничего равным счётом не нужно. Как вы считаете, большие ли у вас перспективы развития этих отношений и ощущения, там, не знаю, вы говорите, я заработаю на нас двоих. Большие или великие у вас перспективы? Будете ли вы рядом с таким человеком счастливы? Ответ очевиден. И вот эта вот плотная взаимосвязь на самом деле существует, да? Потому что когда рядом с вами находится несчастный человек или бедный человек, или когда вы находитесь в отношениях, которые вас внутри уничтожают, у вас начинает становиться меньше денег, меньше денежной энергии. И тут уже разные бывают, на помощь приходят ресурсы. Вы можете разорвать отношения с этим человеком. И как бы вам страшно ни было, вы увидите, что ваш ресурс энергетический увеличится, а значит и финансовый. Либо вы можете найти себе другого, да? То есть, например, этот вас угнетает, а вы находите кого-то, кто вас наполняет ещё. Ну, женщины, они вообще создания изворотливые. Тут как бы у кого, как говорится, на что, у кого на что стоит мозг. Но что я вам хочу сказать, что деньги и отношения связаны очень вплотную. И вы не можете быть, например, очень счастливы в отношениях и при этом бедны. То есть, когда у вас появляются классные отношения, это ваш ресурс, это ваш бензин, это как будто бы вот ваш насос, который вас начинает наполнять. Вам начинает чего-то хотеться, там, не знаю, дом, сделать ему подарок или ей, поехать в путешествие, там, не знаю, нарожать кучу детишек. И начинают появляться ресурсы, которые наполняют деньги. Это всегда ещё раз про радость и про удовольствие. Если же, например, вы находитесь в несчастных каких-то личных отношениях, то очень часто при этом страдают деньги. Потому что вы начинаете опустошаться, вы начинаете излучать страдания, а деньги, как вы помните, бегут от страдающих людей. И даже бизнесмены, предприниматели часто замечают, что вот у них начинаются какие-то проблемы. Ну, то есть, вот эта история про энергию, да, когда пришла беда, открывая ворота, эта история про то, что вы начинаете притягивать и притягиваете всегда то, что излучаете. Поэтому важно понять, что если ваша личная жизнь не клеится, да, например, то нужно заглянуть в резервуар с деньгами в том числе и спросить себя, а как у меня стоит дело с деньгами? Деньги, ещё раз, равно реализация. Никогда не откручивайте деньги отдельно от удовольствия их вырабатывать. То есть, деньги – это не что-то, что даётся отдельное. Ещё раз, деньги – это результат вашей пользы. Но помните, когда вы что-то сделали и вас поблагодарили. Вот я, например, каждый день получаю сообщение от людей со словами «Вы даёте мне силы жить». Ну, блин, конечно, для таких людей, которые привыкли зарабатывать деньги руками, мягко говоря, то, что я зарабатываю деньги таким образом, что даю другим людям силы жить, например, кажется чем? Обманом, разводом, лоходромом, ну, чем угодно. Ну, это как бы следующая история, да, это история про этих людей. Но по факту я этим и полезна миром, тем, что я могу людей наполнять, тем, что я могу давать людям силы и желание жить, продолжать, менять эту жизнь, верить в себя, не опускать руки. Наоборот, идти вперёд, несмотря ни на что, вопреки всему, наоборот, становиться лучше. В этом моя личная сила. У кого-то есть другая сила, у каждого из нас есть. И вот чем больше мы на ней сосредотачиваемся, чем больше мы кайфуем от того, что вот я лично получаю удовольствие, от того, что я этим делюсь, тем больше прибывает мой денежный резервуар. Когда прибывает мой денежный резервуар, это энергия успеха. И, соответственно, транслируя эту энергию, я, конечно же, создаю вокруг себя позитивные некие поля, где у меня появляются правильные друзья, правильные возможности, правильные отношения и так далее. В жизни нету каких-то сфер, которые были бы полностью отделены друг от друга. Тут можно поговорить и про здоровье, и опять про ту же реализацию, про очень разные моменты, про очень разные моменты, потому что всё взаимосвязано, и всё держится на главном, на том, что мы ощущаем. Чем больше мы счастливы, тем меньше у нас проблем. Чем больше мы работаем над этим счастьем, чем больше мы делаем для себя приятного, тем лучше становится наша жизнь и в деньгах в том числе. Чем больше страданий мы переживаем, чем больше мы берём на себя вот этих вот каких-то внутренних моментов, там пытаемся влезть в чужие истории, а чужие истории нас сегодня захватывают, потому что мы с вами живём во время, когда что-то постоянно происходит, нам всё время транслируют, умерли, погибли, застрелили, убили. Вот почему нужно силком себя, как Барона Мюнхгаузена, брать и вытаскивать из этого. Вы и так находитесь сейчас в той парадигме, в которой находитесь. Вы её выбрали так же, как и я, бессознательно. Но тем не менее нам нужно продолжать жить и нам нужно получать и извлекать некий опыт, нам нужно учиться, потому что мы приходим в эту жизнь с вами, напоминаю, не для того, чтобы родиться и умереть, а для того, чтобы получить некий опыт, который затем мы, скорее всего, куда-то дальше перенесём. Поэтому помните о том, что мотивация для того, чтобы работать над собой в любом аспекте, есть, потому что всё взаимосвязано. И как только вы начнёте налаживать в чём-то одном, цепной реакцией у вас начнёт налаживаться вся ваша жизнь. Поэтому я вас приглашаю. Мы стартуем уже совсем скоро с моим марафоном «Закон и денег». Он очень простой для восприятия, потому что я постаралась сделать такой марафон, в котором бы человек, который даже очень сильно не хотел учиться, ничего делать и думать, мог бы классно за 10 дней проработать свои программы. Каждому уроку я сделала специальные чек-листы, где повыписывала всё то, из чего надо будет просто выбирать, что подходит вам и что не подходит, что живёт в вашей голове, что не живёт, с чем вам надо поработать и с чем нет. Облегчила эту задачу. Но получится, что в течение этих 10 дней вы разберёте очень многие вещи, увидите их и уберёте, как, знаете, на огороде бурьян, что мешает вашему внутреннему саду расцветать. Вы увидите, какие вы сами себе ставили блокировки, как вы сами себе сажали этих колорадских жуков, крыс и мышей, которые ели ваши плоды. Вот с этим мы разберёмся. Мы оставим в вашем саду, в вашей голове только те мысли и программы, которые будут вам сейчас помогать, приумножать, созидать, притягивать деньги, даже если вы их не видите сейчас от слова совсем. Парадоксально является то, что мы находимся в мире возможностей. И деньги, и всё остальное, включая отношения, всё нас это окружает. Просто мы не можем этого увидеть, потому что наше поле зрения очень сильно засорено. И я хочу, чтобы мы с вами над этим поработали. Поэтому приглашаю вас на мой марафон «Законы денег». Обещаю, что это будет увлекательно, интересно, крайне результативно, и деньги вы сможете получать уже во время марафона из самых неожиданных источников, потому что так работают «Законы энергии». Всех обнимаю. Я надеюсь, вам это было интересно. Буду, как всегда, рада вашим любым комментариям, сердечкам. Ну и, собственно, до скорых встреч!